Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Печи Камины. Меня зовут Александр. Как всегда, продолжаю знакомить вас с новинками печного и отопительного оборудования. Сегодня у меня на обзоре банная печь из чугуна от компании Технолит. Это обновленная печь Гром 30. Мы ее сегодня с вами разберем, посмотрим на изменения, которые произошли в конструктиве, а также посмотрим на все толщины этой печи. А что самое главное, компания дает на нее гарантию аж в 10 лет. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, изменилась ли печка внешне, произошли ли какие-то изменения. В общем и целом все стандартно. Как всегда, большущая панорама от компании Технолит с лейблом, названием линейки Гром. Гром 30 здесь. В данном случае печка у нас представлена под обкладку, под облицовку, соответственно, натуральным камнем. Также доступны вариации в сетках. Это кто закладывает камень уже в сеточку. В данном случае мы не стали ставить пока облицовку. По ней есть отдельное видео, которое скоро появится на канале. И мы покажем, как собирается облицовка и все остальное сегодня чисто про печку. На лицевой стороне, как всегда, два регулятора. Один отвечает за систему чистое стекло, второй за подачу воздуха туда, в каменку. Как всегда, удобная ручка. Как всегда, на печке есть орнамент, который можно встроить практически в любой интерьер. Это и лофт, это и какое-то классическое исполнение. В общем, панорама подходит в любой интерьер. Большущее стекло, которое покажет вам игру огня внутри печки и станет украшением комнаты отдыха. Что у нас здесь? Как всегда, можно нарастить портал. И портал, в общем-то, сделать чуть больше, если толщина вашей стены чуть больше, чем в пол кирпича. Смотрите, какой массив здесь идет. Как всегда, от компании Гефест ребра жесткости. Они же создают дополнительную конвекцию. Верхняя каменка. Когда мы ее снимем, я вам покажу ее толщину. И это еще не все изменения. Внутри там изуподбойник, мы посмотрим с вами. И все остальное. На печках версии ЗК возможно подключение сбоку. Видите вот эту заглушку? Через нее можно уйти дымоходом в стенку. То же самое можно сделать и справа, и слева. Все универсально и без проблем. Здесь установлен чугунный шиберный модуль. Очень нужная вещь для таких печей, потому что температура дымовых газов достаточно высокая. И если вы хотите, чтобы ваш дымоход прослужил подольше, а металлический шибер не провалился туда вовнутрь, и вы потом не перебирали дымоход, советую, рекомендую ставить именно чугунные шибера. Здесь в воронке для подачи воздуха туда, в закрытую каменку. Как всегда, дверка вот такая вот шикарная. Черная дверь, покраска. И там закрытая каменка с трубками. Специально не стали мы пока закреплять, для того, чтобы раскидать и разобрать печку по частям. Вы все сейчас сами увидите. Все толщины стенок, все-все-все. Печка рассчитана на объем парилки до 30 кубов. Большущая, здоровая. Ну и что самое главное, долговечная, выдающая максимальное количество пара в парную. Давайте сейчас мы ее потихонечку разберем и посмотрим с вами на составные части грома 30. Ну что ж, мы быстренько раскидали эту чугунную печку. Быстро да не быстро, потому что некоторые части у этой печи можно поднять только вдвоем. И то, если вы достаточно физически подготовлены. Я сейчас говорю о жароприемной плите. Вот эта вот вещь весит больше 100 килограмм. Поверьте, даже вдвоем ее поднимать, то еще удовольствие. Я хотел бы сакцентировать ваше внимание на толщинах этой печи. Показать вам, насколько толстые части и насколько они теплоемкие. Давайте, друзья мои, начнем мы с боковых стенок и посмотрим чистую толщину. А еще сравним эту толщину с линейкой ГФС. Смотрите, я вам все сейчас покажу. Получается, у нас практически полтора сантиметра это толщина стенки. Но ведь она еще у нас усилена шипами и вот этими вот конвективными вставками, которые идут на боковых стенках. То есть полтора сантиметра это толщина у нас боковых стенок, ну и соответственно задние стенки. Очень понравился мне здесь дожигатель. И дожигатель представлен не как в классических печах. Естественно, по форме он тот же самый остался. Но, ребята, он гораздо шире вот по сечению, которое подает сюда воздух в зону зубоотбойника. И здесь происходит догорание уже отработанных газов и дополнительно повышается КПД. Посмотрите, какой он толщины. Толщина. Сейчас я попробую рулетку подвести. Ну, я думаю, здесь вот сейчас видно 2 сантиметра. 2 сантиметра это вот то, что принимает на себя основной удар. Тоже еще дополнительно. Это очень-очень-очень толстая часть. Посмотрите, наверное, я уже показывал в некоторых видео, что зубоотбойник вот этот вот сформировали новый для того, чтобы можно было его заменить. Отсюда из печки, не разбирая полностью печь, если вдруг что-то с ним случилось. И если вы эксплуатировали печь в режиме бешеного истопняка больше 10 лет, и он у вас, не дай бог, развалился, то вы сможете заменить его, не разбирая печку. Сейчас я сниму его, покажу вам. Вот одной рукой его очень тяжело поднять, но я это сделал. Посмотрите, как он выполнен. Отливка и все остальное. И естественно, что нас больше всего интересует с вами эта толщина. Чистая толщина 1,5 сантиметра. Ну, а если вот эту часть всю полностью убрать, то здесь дойдет как раз-таки до 4 сантиметров. И то же самое мы с вами имеем вот на этой части, но она еще более массивная. Здесь, вот в этой вот части 2 сантиметра. Ну, соответственно, в этой все 4 у нас получаются, если смотреть. Да, так и есть. Внутри печи, как всегда, жароприемные шипы. По ним распределяется тоже дополнительно огонь. И мы с вами перейдем к самой массивной части этой печи. Это каменка. Каменка, которая является еще и парогенератором. То, откуда вы снимаете максимальное количество пара. Посмотрите, какие шипы. Посмотрите, как она выполнена. Какой она толщины. Естественно, у меня есть распил этой каменки. И мы сейчас с вами его замерим. Практически 5,5 сантиметров. Это толщина жароприемной плиты. То есть, это вот то, что вот здесь вот. По толщине 5,5 сантиметров. Для сравнения, давайте посмотрим, сколько в линейке ГФС у нас толщина. Ну, в аналогичной. Здесь 4 сантиметра. Если цепляться вот так вот. Более правильно будет. Да, 4 сантиметра. А там у нас получается практически 5,5. Еще плюсом 1,5 сантиметра. Ну и каменка, она действительно массивная. Одному ее очень сложно даже просто от земли оторвать. Вдвоем мы ее поднимаем. Ребра жесткости. Здесь теплопередающие шипы. Их большое количество. И если с ними уже считать толщину, то она там еще больше. То есть, это очень массивная такая конструкция. Очень тяжелая. А здесь шипы, которые передают уже на камень. Камень у нас температуру. И тоже емкость каменки достаточно большая. Сама коробка, ну, стандартная по большому счету для линеек печей. Но на громах, на громах, ребята, она очень тяжелая. Опять же, она практически неподъемная. Так вот, что я хотел вам сказать этим видео, где мы посмотрели с вами все толщины по этим моделям, по громам. То, что это практически коммерческий вариант эксплуатации. И кто всерьез и надолго нацелен на долговечность, этот вариант именно подходит этим людям. Здесь, на этой линейке, дается десятилетняя гарантия. Это более чем серьезнейшее время. И практически ни один производитель на сегодня не готов дать такую гарантию на свою печку для чугуна. Ну, кто-то скажет, что это невысокая гарантия. Но, ребята, в течение гарантийного срока вам все заменят без проблем. Если вы, конечно, с умом эксплуатировали печку. А кто скажет, с умом, как в коммерции можно с умом 24 на 7 эксплуатировать. Но, тем не менее, есть и различные прецеденты. Здесь я бы сказал, что если идет нормальная закладка в печку, если печка работает на своем номинальном режиме, она гарантию легко-легко переживет. И для владельцев коммерческих бани-саун это очень неплохое решение. А также тем товарищам, кто говорит, что печки эти очень много кушают, но для них выйдет отдельное видео по расходу по дровам на этих печах. И вы все сами увидите. Сегодня не про это. Сегодня мы рассказывали о Громе 30 обновленной версии. Вы посмотрели все толщины. Я думаю, печка эта на рынке занимает свое достойное место для любителей силы, мощи и надежности. Ну что ж, друзья, вот такой сегодня у нас получился обзор на продукцию завода Технолит. Чугунные банные печки. Гром 30 одна из самых популярных моделей в линейке печей Технолит. Не забываем подписываться на канал, ставим лайки. Как всегда, все ссылочки я прикреплю под видео. Заказываем печки, дымоходы. Мы все просмитируем, расскажем, установим и запустим. Всем пока. С вами был Александр. Продолжение следует.